Добрый день! Я рад, что вы все собрались здесь. Я прошу заранее прощения, что буду говорить по-русски. Надеюсь тем самым вести вероятного противника в заблуждение. Мы по сегодня поговорим о трудностях, с которыми сталкиваются восточно-европейские разработчики на мировом рынке. Но мы не будем говорить о каких-то конкретных проблемах, например, незнании технологии, HTML5, что-нибудь с загрузки. Будем говорить о каких-то глобальных трендах, которые повлияли на позицию восточно-европейских разработчиков. По сути сегодня было много докладов на актуальные темы. Мы говорили, ну люди уже говорили о мобильном рынке, о free-to-play, о том, какие формы приобретает free-to-play в тех или иных компаниях, какие-то странные инициативы, которые запускают лидеры рынка, того рынка, который мы знали 10 лет назад. И какие-то возможности для разработчиков, которые появляются. Мы об этом будем еще говорить в течение всей конференции. Надеюсь, у вас будет возможность пообщаться с кучей людей, открыть для себя что-то новое и все-таки заработать деньги, несмотря на то, что рынок меняется. 10 лет назад рынок casual был очень простым. Он был никому не интересен. Это был маленький, незаметный рынок. Несколько миллионов, десятков миллионов долларов, превратились потом в сотни миллионов, может быть даже в миллиарды, но не все это застали. И в этот момент все было прозрачно и ясно. Делайте игры по какой-то модели, оттачивайте первый час или первые 30 минут, если вы работаете на каких-то локальных рынках, добавляйте красивых персонажей, проверяйте локализацию, чтобы там не было швы по английскому языке, и вы уже зарабатываете сотни тысяч долларов. Многие разработчики для себя освоили именно эту модель. Они работали с теми или иными издателями. Тогда на коне были компании типа Реал, Лабирон. Только начинал свою работу Big Fish Games. Он еще не был издателем, был просто дистрибутором с очень хорошим порталом. И все было прозрачно и ясно. Косты были низкие, но ситуация начала меняться. В какой-то момент восточноевропейские разработчики, таким термином мы называем все-таки ребят из Беларуси, России, Украины, немного из Казахстана. Если есть какие-то другие компании типа Молдовы, вы там поднимите руки, я вас включу в общий список. В какой-то момент бюджеты начали увеличиваться. Рынок продолжал расти, но все уже медленней. Появлялись новые бизнес-модели, которые позволяли вам зарабатывать меньше денег на каждой продаже, раздавать ваши игры бесплатно, а потом может быть еще и доплачивать, потому что кастомер сделал что-то не то. Появились социальные игры. И тут наконец у всех такой проснулся ужас. Вот сейчас пришли социалки, которые отожмут нашу аудиторию. В принципе, рост социальных сетей, рост фейсбука и появление игрушек в социальных сетях действительно оказало очень серьезное влияние на всю индустрию. Люди стали меньше играть в традиционные казуалки, люди открыли для себя совершенно другие игрушки и не обнаружили, что они тратят деньги, сами того не замечая. Это тоже очень серьезно повлияло на ситуацию. Многие ломанулись в соушел, многие собирались в соушел, но до него не дошли. Но многие так и остались на каких-то местных рынках. Например, думаю, что большая часть разработчиков из России в первую очередь проводила эксперименты на ВКонтакте, на Одноклассниках, возможно, на моем мире. Рынок тоже представлял много возможностей, и до мирового рынка многие из разработчиков, которые там начинали в соушел, так и не дошли. Есть всего несколько компаний, которые каждый из вас может, наверное, для себя назвать, а если не сможет назвать, то спросит потом у Макса Донских, которые дошли до мирового соушела и там как-то закрепились. Появился мобильный рынок. Он, конечно, существовал всегда, но это был рынок операторский, который контролировали компании, типа МТС, Укр, Телеком, не знаю, какой-нибудь. На самом деле большие американские операторы, и деньги там зарабатывали совершенно особым способом. Разработчики писали маленькие страшненькие игрушки, заливали их разными платформными методами и каким-то образом впихивали потребителю. При этом денег все равно больше зарабатывалось не на игрушках, а на рингтонах, на куче каких-то еще звоночков. В общем, рынок мобильных игр был в таком очень странном состоянии, никто на него не обращал внимания, по крайней мере, из тех, кто приезжал на эти конференции. Наши конференции Casual Connect. И все изменилось с появлением App Store. Это такой, мне кажется, открылся ящик Пандоры, и куча людей, которые мечтали когда-либо создать свою игру, наконец ломанулись на этот рынок. При этом обнаружить себя в компании еще сотен тысяч начинающих разработчиков для многих оказался достаточно неприятным сюрпризом. Тем не менее, часть компании успешно делали свои первые продажи по премиумным проектам, запускали свои известные франшизы, но и для них все в какой-то момент закончилось. Потому что с появлением внутриигровых платежей на платформах открылась совершенно новая ниша, ниша фри-то-плей игрушек. И тогда люди, которые работали над серьезными ММО-игрушками, над какими-то большими проектами, начали теснить тех самых маленьких разработчиков Casual, которые всегда считали, что маленькие смешные игрушки с улыбающимися персонажами это наше, родное, и мы это никому не отдадим. И вот тут началась реальная конкуренция. И многие компании, которые были лидерами Casual еще пять лет назад, до сих пор не могут найти свое место на рынке, не могут найти возможность преобразовать свой бизнес таким образом, чтобы зарабатывать на этом меняющемся рынке. Что нас ждет завтра? Традиционные пугалки заключаются в том, что рынок мобильных игр, которые постепенно вытесняют все остальные игрушки, потому что мобильное устройство становится мощнее, мощнее настольных компьютеров, доступнее и привлекательнее, в конце концов. Это то, что на рынке будут доминировать большие паблишеры. Это уже сейчас происходит. Они скупают друг друга, и у некоторых уже более тысячи игр в каталоге. Доминирует модель free-to-play, та модель, которую немногие разработчики из Casual еще выучили. И компании на самом деле перестают нуждаться в маленьких разработчиках. Они предлагают им просто отправлять свое резюме в отдел кадров, вместо того, чтобы присылать свои игрушки. Они уже знают, как нужно делать. Они уже купили нужное количество игр. Они купили нужное количество студий. А если не купили, то они возьмут деньги взаимы у японского банка и еще кого-нибудь купят. Консолидация рынка. Это тот страшный ужас, который нас всех ожидает. Уменьшение возможностей для фичеринга, уменьшение возможностей для одиночек дойти до рынка и уменьшение возможностей для компаний, 10, 15, 30 человек дойти до топов чартов. Хотя об этом рассказывали немного подробнее раньше. Что на самом деле пугает разработчиков, что им не хватает, какие проблемы они видят на рынке. Сейчас… Какая странная картинка. Я просил какое-то количество знакомых разработчиков и все они называли несколько основных тем. В первую очередь всех волнует отсутствие какого-то либо опыта в нужной сфере. Они не могут получить нужные кадры. Они нуждаются в деньгах. Причем в деньгах люди нуждаются по-разному. Кому-то нужны деньги просто на текущий проект, на выживание. А кто-то хотел бы закрыть свои 5-7 проектов и запустить один, но большой, на два года. Многие люди говорят, что раньше была понятная модель. Приходишь к этому разработчику, к этому издателю, к этому дистрибутору и получаешь деньги, получаешь экспертизу, получаешь понимание того, куда нужно идти. Сейчас этого нет. Картина с дистрибуторами крайне вороза меняется. Остаются еще культурные различия. Есть еще проблемы с кадрами совершенно другого плана. Люди, привыкшие работать по дедлайнам и постоянно их не соблюдать, вдруг понимают, что в ситуации с фри-то-плей игрушками это чревато убытками по текущим проектам. Это может перечеркнуть инвестиции, которые были сделаны в игру до этого. На самом деле, как решается проблема с финансированием в современной среде разработчиков? Люди занимаются контрактными разработками и сберегают на проект свои мечты. Люди до сих пор могут… Разработчики до сих пор могут получить авансы от издателей. Их стало меньше, возможности ограничены, но тем не менее они есть. Люди обращаются на краудфандинговые площадки. Будь это кикстартеры или какие-то российские проекты, до сих пор можно получить финансирование от непрофильных инвесторов, нестратегических инвесторов. Чаще всего это российские компании, потому что очень мало примеров известно, когда западные инвестиционные фонды выкупают какие-то доли в российских или локальных разработчиках. Поэтому всегда приходится рассчитывать только на российских специалистов. И они все еще могут делать деньги на локальном рынке. Ну и один из вариантов, в котором можно слиться с кем-нибудь, у кого есть деньги, но нет какого-то опыта или просто хочет приобрести. Но это уже похоже на экзист-стратегию, а не на способ финансирования. Местные рынки, кстати, это не такой уж плохой вариант зарабатывания денег. Просто для примера российский рынок игр в этом году. Совершенно произвольные оценки, которые могут, тем не менее, подать вам возможность оценить, сколько можно зарабатывать на в iOS, в сторах, в андроиде. И, например, просто запуская какие-то вап-проекты. Нужно ли вам после этого какие-то получать финансирования или нет? Это вопрос. Вы можете просто зарабатывать, но, скорее всего, многие мечтают о чем-то другом. Что делать? Отсутствие экспертизы заставляет людей с водисткой таким простым сценарием. Для выживания можно делать клоны, можно делать умные клоны, можно не делать клоны, если вы хотите работать с компанией, которая до этого делала доклад. Но все любят клоны, они получаются у всех. Зарабатывание или нет, непонятно. Но, тем не менее, это что-то, что позволяет компаниям выживать и успешно существовать в течение долгих месяцев. учиться и развиваться. Вот такой самый противоречивый способ говорит о том, что нужно покупать экспертизу. Нужно покупать специалистов, которые умеют что-то делать. Нужно брать и закрывать те проблемы, которые есть в вашей компании на ее пути, для того, чтобы встать на один уровень с западными игроками. И сам последний путь придумывать что-то новое, заниматься инновациями, запускать в данном случае не говоря ни о игре мечты или о каком-то чудовищном проекте ни на что не похожем, а говорю о запуске собственных платформ, о каких-то интересных партнерствах, о том, что вы можете придумать для того, чтобы стать лидером рынка, не соревнуясь с ними на традиционном для них поле. Что делать с людьми? Учить. Они ниоткуда не берутся. К сожалению, в России и в Восточной Европе не так много, несмотря на развитие индустрии за последние 10 лет, готовится кадров, которые всю жизнь мечтали работать в игровой индустрии. На Западе гораздо больше. Тогда нужно не стесняться и просто брать каких-то западных продюсеров, западных геймдизов, и пытаться что-то делать с ними. Нужно иногда забивать на свои страхи. Например, поднимать зарплату своим сотрудникам и нанимать художников не сразу после художественного училища, а после опыта работы в каких-то хороших компаниях. Это позволит вам реально сделать серьезный шаг вперед в развитии своего бизнеса. Я везде почему-то добавляю слияние и поглощение, но наверное это хорошая модель. Если вам не хватает людей, купите кого-нибудь. Или найдите деньги и купите кого-нибудь. Это в конечном счете может оказаться быстрее, чем открыть университет и 4 года ждать, пока люди закончат какие-то курсы. Культурное развитие. Этот слайд есть специально для того, чтобы помочь нашим западным друзьям оценить возможность той работы, которую они могут проделать с нами русскими разработчиками для того, чтобы поднять нас на мировой уровень. Смотрите, основная проблема культурных различий заключается даже не в ведении переговорного процесса или работы с западными издателями, а в том, что мы делаем игры, не похожие на те игры, которые будут популярны в США. И чтобы эти различия сгладить, нужно просто развиваться. Нужно, чтобы ваши гейм-дизайнеры были разносторонними людьми, людьми с открытой позицией, готовыми к чему-то новому. Люди, которые ежедневно учатся, читают, смотрят сериалы на английском языке с американской культурой. И вот я привел в качестве примера Deadwood. Полный интересного английского языка, но тем не менее очень красиво с точки зрения образов, которые позволят вам сделать игру о Диком Западе. Издатели. Так ли нужны сейчас издатели? Это второй вопрос. На самом деле вам нужны дистрибуторы. Люди, которые не будут забирать у вас IP, не будут давать вам деньги, а просто дадут вам доступ к своей аудитории и получат за это свои деньги. для этого есть несколько вариантов. Либо люди, которые запускали какие-то приложения, либо люди, у которых есть огромный трафик уже аккумулированный в сторах, в каких-то подписках, в каких-то платформах, либо совершенно новые платформы. Facebook хочет стать издателем, Вконтакте открывает свой мобильный API и будет на вас наливать трафик. Такие компании, как Kakao Talk или Line, о которых, я надеюсь, уже все прочитали, кому только можно. Компания Tango из США, которая запустилась только в марте, но у них уже есть 150 миллионов аудитории и 60% это американцы, они готовы просто лить трафик на ваше мобильное приложение. Это очень здорово, это прекрасные возможности. Line, который до этого был чисто японской площадкой, сегодня выходит на все рынки, буквально на все рынки, где есть мобильные телефоны. И завтра у него будет очень много аудиторий. Работать с ними обязательно, если вы хотите самостоятельно заниматься дистрибуцией своего проекта. Запускать новые платформы тоже неплохая идея. В конце концов уберечь трафик, который вы заработали, запускаясь с хорошими продуктами. не так-то просто. Если ваша игра перестает зарабатывать, дайте возможность другим играм заработать на вашем трафике. Возьмите с них за это деньги. Или IP. Для чего мы все это делаем? Мы это делаем для того, чтобы в какой-то момент продать бизнес, спокойно продолжать зарабатывать, построить устойчивую компанию, всех купить на свете. Возможности для этого масса. Вы можете просто стать успешными и продать компанию, тогда на вас обратит внимание какой-нибудь западный партнер. Вы можете слиться с какими-то другими, более мелкими российскими игроками, и тогда на вас обратит внимание западный партнер. Вы можете придумать что-то еще. Главное это не бояться избавляться от тех моделей, которые больше не работают, избавляться от старого хлама. эти вещи они тянут назад очень многие современные, все еще современные компании, работавшие на casual рынке. Ну или в конце концов вы можете взять финансирование, скупить всех своих конкурентов, партнеров, друзей, до кого можете дотянуться, организовать какой-то кооператив, не знаю, и продаться. Выйти на IPO в идеале или просто найти хорошего стратегического партнера. Все зависит уже от вашего успеха, от того, что вы хотите сделать. Но главное это просто продолжать пытаться это делать. И все получится. Такой неожиданный капитанский доклад, о чем я предупредил на первом слайде. И если вы чувствуете, что у вас есть вопрос, вы можете его задать. Хотя казалось бы, тут так все очевидно. Спасибо, Валентин. У меня такое ощущение, что я хороню casual, так вот старательно, но я все-таки пытался посмотреть на эту ситуацию в ретроспективе, как человек, который, ну, не знаю, последние 8 лет, 9 лет активно участвует в этом рынке и приезжал еще на первой конференции в Киев, в Сиэтл. Вот. Если все-таки у вас есть свое видение, есть свое желание поделиться этим мнением, вы можете со мной связаться после конференции. потому что мы совместно с CGA планируем запустить опрос российских разработчиков и восточно-орубейских разработчиков по поводу того, что волнует их, что для них сейчас важно, чего им не хватает или чем они гордятся и каким-нибудь проблемам на пути. И хотели бы вот это исследование провести после уже конференции, чтобы оно оформилось в виде какого-то отдельного продукта. Я просто предупрежу вас, потому что многие из вас получат письма уже после завершения этого шоу. Я надеюсь, что у нас будет возможность взглянуть на более широкую и объективную картинку состояния дел именно восточно-европейской отрасли. Заранее благодарю вас за участие. Спасибо. 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 Спасибо.